19 часов и 4 минуты в российской столице. Вечер добрый, господа. У микрофона Юрия Пронько. Начинаем ежедневный вечерний интерактивный канал «Реальное время» на волнах радиостанции «Финам.ФМ». В самом начале напомню средства коммуникации. Они вам точно сегодня понадобятся, потому как есть темы, по которым у всех есть свое мнение. И сегодняшняя тема точно не исключение. Номер многоканального телефона 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Наш портал в интернете для ваших комментариев, писем, сообщений, вопросов. Там же идет и прямая веб-трансляция. Можете также пользоваться еще одним нашим интернет-сайтом финам.инфо, где мы вас круглосуточно информируем о том важном, что происходит в стране и за ее пределами. Ну и можете направлять свои письма кому, если это удобно, лаконично, в мой личный аккаунт в Твиттере. Сегодня мой гость Владимир Назаров. Владимир, вечер добрый. Добрый вечер. Заведующий лабораторией межбюджетных отношений института Гайдара. Один из авторов книги, которая, как мне представляется, действительно должна стать вашей настольной книгой, если вы интересуетесь теми событиями, которые происходили в 90-е. Мифы о 90-х. Анатомия лжи. Так называется эта работа. Владимир один из авторов этой книги. Но я сразу хочу сказать для объективности. Здесь книга посвящена не только Егору Тимуровичу Гайдару, а именно о его реформах сегодня и пойдет речь. Но она посвящена еще одному известному либеральному экономисту Андрею Илларионову. Вот так совпало, да? Так совпало и совпало не случайно. Не случайно. Я думаю, многие слушатели Финам.фм догадываются, почему. И я сразу, предваряя все ваши вопросы, сообщу, что Андрей Илларионов будет во вторник у меня в реальном времени. Но вот сегодня будет позиция Владимира Назарова. И я, честно говоря, Владимир, предлагаю, может быть, даже не столько уделить самое пристальное внимание уважаемому мной Андрею Илларионову, сколько все-таки Егору Тимуровичу, и тем реформам, которые он проводил, то рассказать о той политике, ваше видение, которое он проводил. Поэтому я для себя выделил несколько позиций, на которые я предлагаю нам остановиться, потому как времени, на самом деле, не так много. До 20 часов мы всего работаем. Давайте так. Я вот буду прямо по оглавлению. Я для себя отметил некие позиции, которые сейчас сразу молниеносно вызовут резонанс. Итак, кто ограбил население? Кто ограбил население в начале 90-х? Версия Владимира Назарова. Ограбила население советская власть. Именно советская власть своей выпиющей неэффективностью, но в плановой экономике вообще трудно достичь эффективности. Есть такой хороший анекдот, что если в пустыне сделать плановую экономику, то рано или поздно там песок станет дефицитным товаром. Хорошая шутка. Зачет. В такой экономике, соответственно, невозможно хозяйствовать эффективно, невозможно поддерживать более-менее адекватные стандарты потребления для людей. Но вместе с тем им постоянно надо что-то обещать. Вначале построение светлого будущего, потом, когда выясняется, что коммунизм в 60-х годах не наступает, и в 80-х годах не наступает, необходимо продолжать что-то обещать. И вот одной из форм таких обещаний, которые давала советская власть своему населению, были вклады на счетах. То есть советская власть, по сути, печатала ничем не обеспеченные бумажки. Об этом хорошо свидетельствует статистика. Если в 70-х годах на 1 рубль накоплений, которые были на счетах в сберегательном банке, приходилось примерно 70 копеек товаров, которые реально существовали в стране, то в конце 80-х эта цифра упала до удручающей отметки 13 копеек. То есть вот реально на... Реальная покупательская способность 1 рубля... Рубля была примерно 13 копеек. Но у людей была иллюзия, что все-таки что-то есть. Почему у них были такие иллюзии? Потому что советское руководство грамотно выстраивало людей в очереди, и потом они по относительно низким ценам приобретали все-таки эти товары. Им говорили, обождите, подождите вот 10, 15, 20 лет, и вы обязательно получите там машину, кто-то квартиру, кто-то участок, но это такие глобальные вещи. Подождите, не знаю, там месяц, год, холодильник, телевизор и так далее. И получите их действительно за небольшие суммы. Но реально, если бы все люди захотели бы на свои накопления что-то купить, цены бы взвелись до небес на любом рынке. Хорошо, Владимир, принимаются эти аргументы, но тогда возникает вполне закономерный вопрос. Почему вот это ограбление людей, это аннулирование тех вкладов, которые у них были в Сберкассе, по-моему, это даже еще был не Сбербанк, а именно сберегательные кассы. Где-то уже Сбербанк. А, Сбербанк, да. А связывают именно с именем Гайдара. Он стал таким пугалом для населения. Из него сделали это пугало, заявив, что именно он ограбил граждан страны. Ну, на самом деле, вот это как раз тот миф, который мы развенчиваем. Потому что реально именно... Вот дальше я продолжу просто историю, что происходило дальше. Дальше советское руководство понимало, что вся эта история кончится плохо, а именно инфляционным всплеском. И постоянно делала такие вот операции, ну, допустим, Павловская реформа, классический пример, когда вам заявляют, что в течение трех суток вы должны 50 и 100 рублевые купюры обменять на какие-то новые купюры, причем больше тысячи рублей вы не имеете права обменивать. Поэтому ваши, соответственно, накопления на сберкнижке замораживаются, и больше 500 рублей в месяц вы не можете снять. И одновременно повышаются цены на товары и услуги. Соответственно, они это сделали, вроде бы сняли немножко этот инфляционный навес, но это было фантастически непопулярно. То есть Павловская реформа была чудовищно непопулярна в то время. Горбачев испугался, что теряет власть. И поэтому тут же выпускает фактически ЧАИС буквально три месяца после этого решения, выпускает... принимает решение о том, чтобы компенсировать гражданам этот навес, эти потери. В результате, соответственно, индексируют уже обесцененные накопления, а дальше снова пугаются, что граждане возьмут эти деньги и понесут опять-таки на рынок. И снова замораживают эти деньги, уже на три года. Так вот, Гайдар, соответственно, разморозил эти накопления. Сегодня 27 февраля был принят указ президента Российской Федерации Борис Николаевича Ельцина о том, что все деньги, которые размещены на так называемых спецсчетах, они разморожены, граждане имеют к ним полный доступ. То есть к обычным деньгам граждане имели доступ вот с 1 января, а по этим компенсационным спецсчетам они получили доступ вот в марте месяце. Поэтому, на самом деле, это чудовищный миф, который, скорее всего, создавался противниками Айформ, противниками Егора Тимуровича. Здесь есть и другая правда, конечно, что в это же время наблюдался всплеск инфляции. И действительно, вклады обесценились. То есть реально на них можно было купить там уже в марте в 3,5 раза меньше, чем в январе. Но тот факт, что вот говорят, что вклады были заморожены Гайдаром, он ограбил население, забрал эти деньги и так далее, это полностью не полная... Это ложь. Это ложь. Это ложь. Но это коррелирует с либерализацией цен. Да, просто эти... Это еще одно из обвинений, которое адресует Егор Тимурович. Да, причем обе, грубо говоря, группы, как коммунисты, так и Андрей Николаевич Лавионов, критикуют его за либерализацию цен. Только одни за то, что он это делал очень быстро, слишком агрессивно. А Андрей Николаевич наоборот, что он делал это слишком медленно и робко. На самом деле, либерализация цен была абсолютно необходимым мероприятием, просто чтобы другого не было механизма, чтобы спасти страну фактически от голода. Потому что... А страна стояла именно перед вот этой развилкой? Потому что по всей статистике было видно о том, как резко сокращаются вообще запасы продуктов на складах. Как плохо наши контрагенты соглашаются отгружать нам продукцию, зарубежную продукцию. Потому что стране реально нечем за нее платить, в стране не было никакой валюты. Поэтому не было никакой возможности не получить продукцию, соответственно, от внутреннего производителя, ни от внешнего. Почему так произошло? Да очень просто. Потому что в плановой экономике единственный механизм получить товар, это фактическая репрессия. То есть есть вот указание, соответственно, определенного партийного или руководителя, что вот есть у нас план годовой или пятилетний. И попробуй его не выполнить. И попробуй его не выполнить. Если, соответственно, не выполнишь, к стенке. И как только эта система рухнула, а после путча она уже, очевидно, в 91-м году рухнула, и все почувствовали, что нет этой железной хватки репрессивного аппарата, тут же распалась, потому что не было никаких стимулов у предприятий друг с другом обмениваться продукцией. Поэтому все фактически цепочки эти товарные, которые были выстроены этой железной рукой плановой экономики, они посыпались. И в результате реально страна стала перед угрозой голода, что реально за рубли нельзя было купить еду. И спасением была операция либерализации цен. Да, и спасением была единственная либерализация цен, либо продразверстка, на вот на что пошли большевики, соответственно, в 18-м году. Ранее, да. Здесь Владимир Назаров, Институт Гайдара. Сегодня тема программы «Мифы 90-х», «Анатомия лжи». Ваше мнение на 65, 10, 99, 6 пишите на финам.фм. Реальное время. Финам.фм. 19 часов 18 минут. Это реальное время. Финам.фм. Напротив меня Владимир Назаров, Институт Гайдара. И тема сегодняшней программы «Мифы 90-х». Владимир, ну и вот продолжая эту тему. То есть если бы Гайдар с Ельцином не приняли решение о либерализации цен, то страна скатилась бы в голодный период, мягко говоря. Да, то есть где-то к весне ориентировочно действительно страна бы стояла реально перед угрозой голода. А дальше, соответственно, один шаг до гражданской войны. Потому что когда у вас деньги не выполняют функцию вот этой вот связи между отдельными регионами, отдельными производителями, каждый местный начальник стремится не пускать товар за свою территорию. То есть первое желание, если товар дефицитен, держать его у себя, не пускать соседа. Альтернативы либерализации? Не было. Не было. То есть только гражданская война. Ну, либо восстановить, соответственно, репрессивный аппарат, что уже было невозможно, по сути дела. Потому что коммунистическая номенклатура явно вот утратила возможности управлять страной. Хорошо. Мы с вашей помощью изничтожили первый миф по поводу ограбления населения, который приписывается Гайдару. Мы развенчали миф по поводу иного варианта, нежели либерализация цен в тот период. Но за что постоянно, вот наряду с этими фактами, критикуют Егора Гайдара и то правительство, которое он возглавлял, это приватизация. Вот давайте-ка мы эту тему сейчас с вами, Владимир, рассмотрим предметно. То есть приватизация была несправедливая, приватизация нанесла гигантский урон, в данном случае, российской экономике. Приватизация привела, вот как здесь Василий из Воронежа пишет, как бы Владимир, значит, не пытался реабилитировать наследие Егора Тимурча, я вам цитирую письмо, да. Но то, что сейчас мы имеем автократию вместо демократии и госкапитализм вместо рыночной экономики, показывает провал гайдарских реформ. Давайте приватизация. Ваш взгляд, пожалуйста. Попробуем. Значит, ну, вначале я хотел бы в целом вот сказать про этот вообще миф, что именно гайдаровские реформы, они привели вот к этому госкапитализму, который у нас сейчас сложился. На мой взгляд, это не совсем так, потому что, на мой взгляд, все-таки в 90-х годах у нас произошла так называемая Великая Эволюция, когда, по сути дела, рухнула одна система, и на ее место очень не одноактно, а с большими прорывами и, наоборот, отступлениями начала приходить другая система. А все Великие Эволюции, для них характерна вот такая вот несколько итераций прохождения. То есть вначале приходят к власти умеенные, такие как Горбачев. То есть они еще мозгами живут в старой как бы системе, но понимают, что что-то не так, что-то надо делать, надо что-то, какой-то демократии надо, надо как-то ускориться, улучшиться. В общем, если сделать систему более эффективной, то, может быть, заработает. А после этого розового такого периода, когда становится ясным, что без смены элиты, без смены всех институтов, по сути дела, в стране ничего поменять нельзя, приходят радикалы к власти, такие как в нашем случае Ельцин-Гайдар, и они разрушают все старые институты, всю институциональную матрицу прежней системы. И как раз приватизация была способом разрушения этой матрицы, потому что до приватизации вся элита, по сути дела, большая часть элиты, была настроена радикально против эйформы, они тяяли. До приватизации они могли получать от государства ресурсы, ни за что, по сути дела, не отвечать, и, соответственно, класть эти ресурсы в собственный карман. То есть они контролировали самое главное благо советской экономики, это дефицит, и фактически управляли своими клиентами с помощью этого благодефицита. А здесь же им предлагают рынок, свободные цены, демократию, то есть какие-то невиданные, неслыханные вещи, и они тяяют власть, по сути дела, над экономикой. И они были несчастливы. Это одна из, кстати, вот возвращаясь к либерализации цен, вот Андрей Николаевич, он говорит, что медленно делали, не так плохо и так далее. Почему медленно это делали? Почему действительно цены не на все товары были либерализованы? Потому что было фантастически... Сейчас мало кто помнит, но это действительно так, не все было либерализовано. Абсолютно не все. То есть там многие товары, такие как хлеб, молоко, кефир, творог, не говоря уж о товарах естественных монополий, Их цены продолжали контролироваться уже после даже либерализации цен. И он критикует, что вот какой Гайдар-то нехороший, нерыночный и так далее. Гайдар сам переезжал по этому поводу, но понимал, что иного пути-то нет на самом деле. Как просто альтернатива была такая, либо частичная либерализация цен, либо никакой. Потому что тот же директорский корпус, он стоял насмерть против той же либерализации цен и против фактически разгосударствления экономики. Поэтому для того, чтобы расколоть этот директорский корпус, ему надо было кинуть некоторый кусок в виде собственности. Я буду сейчас говорить поедельно цинично, но лучше дать власти украсть что-либо один раз, чем она будет это воровать постоянно. Вот сейчас в государственных компаниях ежедневно, ежесекундно пилятся деньги. Просто это происходит в режиме онлайн. В режиме онлайн. Даже если сделать того же Сечина или Миллера просто собственниками Газпрома и Роснефти, было бы гораздо лучше. То есть как минимум мы бы получили возможность демократических выборов. Потому что сейчас они будут насмерть стоять против потеи власти, потому что потея власти для них эквивалентна потере собственности и дальше полное небытие. А здесь, соответственно, если бы они были собственниками, они могли, даже если их что-то не устраивает, они бы продали эту собственность и спокойно бы переселились на закрайный запад, говоря языком Толкина. Поэтому необходимо было расколоть директорский корпус. И именно исходя из этого был принят вот тот вариант приватизации, который был принят. На самом деле, исторически тот же Гайдар и Чубайс были против этого варианта. Против? Против. Они хотели приватизировать за деньги. Они были против и массовой приватизации, и залоговых аукционов, и всего вот этого. Они хотели нормальной, справедливой приватизации за деньги. Когда бы действительно выявился эффективный собственник, тот, который бы купил актив практически целиком и распоряжался им наиболее эффективным образом, а государство получило бы максимум денег. Но такой вариант, к сожалению, был невозможен. Потому что, во-первых, необходимо было проводить приватизацию быстро, а приватизация за деньги – это всегда очень долгая история. А почему надо было быстро? Потому что, во-первых, уже шла скрытая приватизация, когда директорский корпус просто разворовывал эти активы, пользуясь различными законами, типа закона об аэнде предприятий, которые были приняты в поздний Горбачевский период. Они просто разворовывали эту собственность. Собственно, как и сейчас это также происходит. Ну, тогда они это делали совсем, растаскивали активы и делали невозможным производственные отношения. То есть, если сейчас еще качается нефть, что-то куда-то бежит, то тогда они просто тащили там станки, тащили на металлолом это продавали. То есть, это было… А сейчас они музеи растаскивают. Вот, судя по сообщениям, какие картины у них находят в квартирах. Ну, это так, мое извительное замечание. Ну, тем не менее, соответственно. Поэтому уже шла вот эта ползучая приватизация. И, в общем-то, необходимо было торопиться, иначе мы получили еще более несправедливое распределение собственности и полную вот дезорганизацию всех производственных отношений. Поэтому информаторы спешили, с одной стороны. С другой стороны, они вынуждены были искать вот этот вот компромисс с директорским корпусом. Именно поэтому трудовым коллективам и директорам предприятий были даны как бы несколько преимущественные права в приватизации по сравнению с обычными гражданами. Смотрите, ключевой момент – идти на компромисс. То есть, на ваш взгляд, Егору Гайдару и Борису Ельцину приходилось постоянно идти на компромисс? Абсолютно постоянно. Вот от первого шага до последнего они постоянно шли на компромисс. Это было вызвано именно слабостью власти, которая, в свою очередь, обуславливается этим революционным процессом во время революции. Власть всегда слабая, она всегда есть риск ее потерять. Нет консенсуса элиты, абсолютно никакого. Поэтому вот в таких революционных обстоятельствах они постоянно искали компромисс. А что было в антитезе? То есть, я хочу понять, зайти с другой стороны. Что предлагали противники, оппоненты Гайдара Ельцина? Оппоненты предлагали… Это же Верховный Совет и Съезд народных депутатов, который еще был избран при РСФСР. Да, да, да. Но вот смотрите, до того, как лозунги приватизации не стали доминирующими, они, в общем, были противниками реформ в целом. То есть, они были рады, что Советский Союз рухнул, и они стали как бы центром власти. Но после разрушения Советского Союза, в общем-то, им особо что-либо менять было не очень выгодно. Но после того, как запустился именно вариант приватизации, где директорскому корпусу и, соответственно, коллективам предприятий были даны определенные права, они раскололись ровно пополам. То есть, половина была за, половина была против приватизации. Ну, смотрите, тут же я смотрю сообщения в Твиттере, Даниил пишет, все голословно, назовите цифру, сколько было продовольствия на складах в СССР, что мы не сеяли, не убирали, коровы не доились. Это к вопросу о том, что страна стояла на грани голода. Ну, я советую почитать книжку, там, в общем-то, все цифры изложены. Там очень много цифр, я сразу говорю слушателям, да. Единственное, что упомяну, что СССР был крупнейшим импортером зерна. Вот, единственное, царская Россия была одним из крупнейших экспортеров зерна, а СССР превратился в крупнейшего импортера зерна. Вот, единственный этот факт, он как раз говорит, насколько неэффективна была советская экономика. На мой взгляд, почему все-таки Борис Ельцин сдал Гайдара? Я имею в виду известный съезд, попытка назначить Егора Тимуровича премьер-министром страны, она провалилась, и затем буквально через несколько дней была утверждена кандидатура Черномырдина. Вот ваш взгляд, в чем была причина такого компромисса? Ну, на самом деле, Ельцин тоже постоянно лавировал между политическими силами, и, на мой взгляд, просто у него было ощущение, что Гайдар и вообще команда информаторов, они всегда за ним, то есть они всегда поймут его решение, Они рядом, они его не бросят. А вот этих ребят надо как-то купить, то есть им надо какую-то кость бросить. И поэтому он пошел на это. Вот некоторые мои коллеги из как раз команды информаторов, они утверждают, что они неправильно абсолютно себя вели с Ельцином, надо было вести себя с Ельцином крайне жестко, показывать ему, что вот они порвут с ним все отношения и перейдут в оппозицию, если он будет такие инсинуации северправить. Практика показала, что они все-таки не разорвали с ним отношения. Здесь Владимир Назаров, Институт Гайдара. Продолжим после новостей. 19 часов 31 минута, продолжаем эфир в реальном времени. Здесь Владимир Назаров, Институт Гайдара. Мифы 90-х. Антония Лжи, тема нашего разговора. Ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем. Я хотел бы услышать и ваше мнение, как вы оцениваете реформы Гайдара. Позитивно, негативно, но только, знаете, как без эмоций и фактологически выверено, то есть с аргументами, с фактами. Вот смотрите, здесь, Владимир, несколько писем по программе 500 дней. То есть ее пытаются выставить как альтернативу реформам Егора Гайдара. В частности, Игорь пишет, неправда, была альтернатива, была программа 500 дней. Уже тогда появились бы миллионы, миллионы частных собственников, и проблема денежного навеса была бы решена. Вот это либерализация с человеческим лицом, пишет Игорь. Зато теперь все ненавидят либералов. И вторе-то Виктория, да, инфляция была 2600 процентов. Как можно доказывать, что это был единственный вариант? Был ведь вариант Явлинского, что гость думает про 500 дней. Пожалуйста. Ну, насчет варианта Явлинского. Явлинского, на самом деле, приглашали фактически на роль, которую исполнил Егор Тимур, и он отказался. Я думаю, это было не случайно. По сути дела, тогда, в конце 91-го года, все боялись брать на себя политическую ответственность. То есть, реально, никто не хотел быть тем самым премьером или ответственным за финансово-экономический блок в правительстве, который возьмет на себя всю ответственность. Программа 500 дней, она была прекрасной, но это вот красивые слова. То есть, это гладко было на бумаге, но забыли про враги. Идеологически там нет больших расхождений с тем, что делал Егор Тимурович. Но там не было учтено огромное количество других различных моментов, которые реально существовали в ТВ. Ну, например, мы проводим либерализацию цен. Хорошо. Сам Егор Тимурович считал правильным, чтобы проводить либерализацию цен только после того, как будет взят контроль над денежным обращением. Только после того, как Центральный банк России фактически будет единственным печатным станком для Российской Федерации, только после этого он считал правомерно проводить либерализацию цен. Но реально... Тогда это было не так. Да, тогда это было не так. В начале 92-го года реально возможность фактически создавать платежные обязательства в рублевой зоне имели 15, фактически 15 центральных банков. в наших союзных республиках. Поэтому... И, очевидно, они были заинтересованы в экспорте инфляции в Россию, по сути дела. Почему Гайдар пошел на это? Хотя логически он понимал, что лучше либерализацию осуществлять чуть позже. Потому что ситуация уже была настолько тяжелой, что над страной реально нависла угроза голода. Поэтому время настолько жестко давило его, что ему пришлось принять это решение с риском, да, раскрутить инфляцию. Но вот когда я с ним это обсуждал, этот вопрос насчет инфляции, насчет того, нельзя ли бы там что-то жестче делать, быстрее, правильнее и так далее, он всегда рассуждал вот в понятиях качественных, даже не в количественных качествах. Он говорил, что моя задача, чтобы за рубли можно было купить хлеб. В общем-то, все остальное цифры. Дальше, соответственно, но при этом, с другой стороны, я должен был быть достаточно компромиссным, достаточно мягким, чтобы не обрушить ситуацию в политической плоскости, чтобы не началась гражданская война и немедленное столкновение с Верховным Советом. Вот я и балансировал между этими двумя вещами. Когда я чувствовал, что, соответственно, все совсем плохо, я зажимал, соответственно, денежную-кредитную политику, какую-то он сделал в самом начале, и пытался вот снять этот вот инфляционный навес. Когда я чувствовал, что можно идти на эти компромиссы, да, соответственно, шли на эти компромиссы, не очень было все это радостно, весело, но и Ельцин, в общем-то, не сильно поддерживал слишком жесткое поведение с одной стороны. И с другой стороны, действительно, лучше было бы, лучше было, грубо говоря, кинуть, не знаю, 70 миллиардов на посевную компанию, но зато продавить план приватизации, чем отложить приватизацию еще на неизвестно сколько времени, но, соответственно, проявить принципиальность, искать не одного рубля и уйти в отставку. Тем не менее, Гайдара обвиняют в разгоне инфляции, в гиперинфляции. На ваш взгляд, это действительно объективное обвинение? На мой взгляд, это не совсем так. То есть, значительный вклад в инфляцию внесло именно советское руководство, которое бесконечно печатало эти ничем не обеспеченные рубли, эти рубли складывались на счетах людей в сберегательных банке и первичный вот всплеск инфляции в те с половиной раза в январе-феврале месяце, он был обусловлен только советской политикой. То есть, Гайдар еще ничего не сделал. Он просто пришел и сказал, цены свободны. И тут же, значит, мы получили этот всплеск. Какие у него были альтернативы? Он мог, конечно, поступить, как Людвиг Эрхард в свое время. Людвиг Эрхард, когда пришел к власти, у него были ровно те же самые проблемы. И он решил их гораздо жестче, чем Гайдар. Он сказал, что половина вкладов населения обменивается, он провел денежную реформу, ввел новую марку и сказал, что половина всех вкладов населения старой марки на новые обменивается по курсу 1 к 10. Подчеркиваю, 1 к 10. Вторая половина 1 к 20. У Гайдара этот инфляционный всплеск первых месяцев составил 3,5 раза. При этом Эрхард делает все это руками, жестко, административно. Гайдар предоставляет рынку самому определить, сколько стоит сбережение советских граждан. Здесь это абсолютно рыночное правильное решение и снимающая с него всякую политическую ответственность. Дальше что происходит? Дальше ему удается снизить инфляцию к маю месяцу, она уходит уже в более-менее управляемые размеры, а затем, к сожалению, в центральный банк приходит Виктор Геращенко, у которого совершенно другое представление о том, как должна выглядеть денежно-кредитная политика, который считает, что надо раздавать кредиты предприятиям и чем больше, тем лучше, и, соответственно, это снова выводит инфляцию. Но Андрей Лорионов как раз обвиняет Егора Гайдара в том, что он протащил кандидатуру Геращенко на пост представителя ЦБ. Это абсолютная правда на самом деле, но при этом Гайдар не ведал, что творит на самом деле, то есть он не подозревал, вот каким ужасом это приведет на самом деле. Почему он это делал? Потому что тогда до Геращенко центральный банк возглавлял Георгий Матюхин. Он был страшно не популярен ни в Верховном Совете, ни в команде айформаторов. Команда айформаторов считала его ненадежным, не очень управляемым, он не держал слова, не вовремя приходил на совещание и так далее, и так далее. Верховный Совет наоборот, тот же Хасбулатов, Рудской, требовали от него в ручном режиме финансировать любимые ими отдельные отрасли народного хозяйства и отдельные предприятия. И отдельные банки. Вы примеры приводите в своей работе. И отдельные банки. Соответственно, Матюхин им отказывал в этом. Это вызывало их страшное недовольство, недовольство это росло, и Гайдар понимал, что рано или поздно это для Матюхина кончится невесело. Поэтому Гайдар уже искал замену Матюхина, на кого его заменить. Он рассматривал кандидатуры из своей команды, это прежде всего Сергей Игнатьев, но эти кандидатуры были абсолютно непроходимы в Верховном Совете. То есть все его консультации приводили к тому, что Верховный Совет не примет это назначение. А я хочу подчеркнуть, что именно Верховный Совет обладал прерогативой назначения главы Центрального банка. И, соответственно, Гайдар выбрал Герашенко как такой компромиссный В.А. Герашенко был это была одна из главных его ошибок. Да, но вопрос был ли у него особый выбор, когда, соответственно, все предложения команды и форматоров отвергаются Верховным Советом, когда Матюхин вот-вот слетит, соответственно, сам Гайдар говорил, что если бы он знал, к чему это приведет, он бы пытался отстаивать Матюхина. Давайте сейчас вот резко перейдем к другой теме. Василий пишет. Владимир, несет ли ответственность Егор Гайдар за суперпрезидентскую конституцию 93-го года? Почему он не протестовал во время выборной кампании 93-го года в Госдуму против такой перекошенной в сторону президентскую сторону, потенциально авторитарной конституции 93-го года? Я вам зачитал письмо практически без редактуры. Так вот, и вы в своей книге отдельная у вас глава применения силы в 93-м году «Злой умысел или историческая неизбежность». Владимир, у вас сложнейшая задача, всего 4 минуты, вот, чтобы ответить на вопрос Василия, да, с его подачей. Мы переходим к этой теме. Пожалуйста. Ну, смотрите, на самом деле Конституция была, по сути дела, отражением той политической ситуации, которая сложилась на конец 93-го года. И Конституция, на самом деле, она достаточно аморфна, то есть она отнюдь не суперпрезидентская, она суперпрезидентская потому, что мы, общество, позволили ей стать такой. То есть, если бы мы на выборах голосовали немножко по-другому, если бы мы более активно защищали наши права на, там, свободу собраний, свободу слова и так далее, не было бы такого перекоса в сторону исполнительной власти. Поэтому, в общем, мне тоже некоторые вещи в Конституции не симпатичны, но реально больших альтернатив, честно говоря, не было видно, потому что страна нуждалась в определенной стабилизации, а стабилизацию мог дать лидер, сильный лидер. И Ельцин реально претендовал на эту роль и не было другой политической, не было какой-то альтернативной политической силы, которая сказала, нет, у нас будет, допустим, развитый парламентаизм, у нас есть какие-то укорененные партии, у нас будет партийное правительство и так далее. Такой силы, по сути дела не было и, наверное, не могло быть, потому что, как я повторяю, шел эволюционный процесс, а тогда уже дело подходило ближе к термидору, который как раз характеризуется тем, что постепенно власть концентрируется в руках более-менее такого жесткого лидера. И если процитировать Андрея Ларионова в части позиции Гайдара 93-го года, ублюдочный выбор Гайдара, да, я цитирую вот из высказывания Андрея Николаевича, то есть, насколько я понимаю, Гайдара обвиняют в том, что он чуть ли не спровоцировал такое развертывание полномасштабной гражданской войны. Ну, на самом деле это полный бред, потому что Гайдар... Я напомню слушателям, да, это обращение Егора Тимуровича к москвичам события октября 93-го года. На самом деле это полный бред, потому что когда Гайдар обратился к москвичам с призывом выйти к зданию Моссовета, уже в это время шли бои за Останкино, уже в это время было занято здание СЭВа и гостиницы России, уже в это время произошли события на Крымском мосту, поэтому уже в это время идет фактически начинается, завязывается эта гражданская война. Регионы колеблется, кому присоединяться к Ельцину или, соответственно, к Верховному Совету, они... Больше того, армия, генштаб раскололся, да? Да, армия колеблется, и в этот момент очень было важно показать, с кем народ, то есть вот сказать, люди хотят жить в свободной стране, а не в совке. И Гайдар, в общем-то, это показал. Но вы согласны с теми, кто считает, что расстрел Верховного Совета, да, но на тот период парламента, да, страны нанес колоссальнейший ущерб демократии в стране? Я считаю, что демократии в стране тогда не было, ее нет и сейчас, и никакого ущерба ей нанести было невозможно, потому что ее не было. Был эволюционный процесс, была тяжелейшая перестройка всей институциональной системы, поэтому было фактически двоевластие в стране, и исполнительная власть на самом деле больше придерживалась договоренности, вот было, кстати, соглашение о стабилизации конституционного строя, которое предложил Ельцин, и Верховный Совет отверг эти соглашения. Это переросло в вооруженное противостояние. И постепенно, шаг за шагом, шли к вооруженному противостоянию, поэтому исполнительная власть постоянно апеллировала к народу, проводила эфеендумы, и на этих эфеендумах, соответственно, народ высказывался именно в пользу Ельцина, а не Верховного Совета. Продолжим после новостей. 19.47, реальное время, Финам.фм, здесь Владимир Назаров, Институт Гайдара, мифы о 90-х, эту часть проведем в интерактивном режиме, 65 10 99 6, код Москвы 495, для звонков финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем, там же идет и прямая веб-трансляция, вот Федор пишет, сплошные оправдания на фоне вранья, единственная оценка результатов деятельности может быть только состояние экономики страны и жизни граждан после прихода к власти и реформам. Если результатом деятельности Рузвельта стало возрождение США, то результатом Гайдаровщины, я вам цитирую письмо, стало обнищание и вымирание России. И вот теперь сплошное у нас не было выхода, надо было так, мы не виноваты, это они, один треп. Пожалуйста, Владимир, что вы ответите Федору? Ну, Федору можно только ответить следующее, что и Рузвельт выводил, соответственно, Соединенные Штаты из депрессии достаточно долго, во-первых. Во-вторых, целесообразно сравнивать ситуацию именно отнюдь не с Великой Депрессией в Соединенных Штатах, а с эволюционными событиями, допустим, в 17-м году в России или во Франции в Великую Французскую эволюцию смотреть. И тогда мы увидим, что это были тектонические сдвиги, результаты которых мы увидим, по сути дела, ну, лет через, ну, если брать точкой отчета 90-е годы, то лет через 30, по сути дела, мы увидим некоторые результаты. Сейчас мы видим, что уровень жизни в целом населения выше, чем был на момент начала Айформ. Является ли это заслугой Гайдара? Ну, наверное, безусловно, является, скорее, я бы так сказал, скорее, заслугой Гайдара было то, что мы не пошли по худшим сценарям, то есть, что мы не пошли в гражданскую войну в стране, которая обладает ядерным оружием. Вот это, безусловно, заслуга Гайдара. То, что не было голода, это заслуга Гайдара. А дальше уже возникает вопрос, насколько можно было проводить экономические реформы в стране, где двоевластия, где нет, по сути дела, демократических институтов, где нет, что самое главное, рыночных институтов, где они еще вообще не созданы, где 70 лет ими никто не пользовался. Насколько можно проводить реформы в такой стране, насколько эти реформы будут быстрыми, эффективными и так далее. Вот Елена пишет, все-таки возвращает нас к Яблоку и Григорию Явлинскому. Они же предлагали, пишет Елена, реальные реформы, постепенный переход к рыночной экономике, почему их не поддержали? Постепенные рыночные реформы необходимо было осуществлять в годах 60-х. В начале 90-х годов это было немножко уже поздновато осуществлять постепенные рыночные реформы, когда у вас люди через 3-4 месяца начнут голодать. Это постепенные реформы уже чуть-чуть запоздали. То же самое, если бы мы в 60-х годах проводили приватизацию, можно было бы начинать с мелких лайков, лавочек, постепенно делать народный капитализм и идти шаг за шагом. А когда у вас уже вся экономика на грани краха, и элита реально расколота, и... и тащит станки... и тащит станки, необходимо все-таки как можно быстрее сказать, вот собственником станков является Иван Иванович. Вот он реальный собственник. Неважно, справедливо, несправедливо, правильно, самый это эффективный и собственник, если не сказать, что собственником является Иван Иванович, будет гораздо хуже. Добрый вечер, в эфире как вас зовут? Алло. Добрый вечер, меня Максим зовут. Да, Максим. Я, на самом деле, хотел бы просто по комментариям вашего собеседника сделать свое замечание. История нас обычно учит тому, что на любое событие можно смотреть с разных сторон, как бы спустя время. Я вполне допускаю, что действительно там были какие-то сложности в те моменты и другие, как бы, решения нельзя было принять. Однако, то, что сказал ваш собеседник, мне просто очень не понравилось относительно того, что, в общем, Гайдар и Чубайс вроде бы и не хотели ничего приватизировать, хотя, например, слова Чубайса совершенно расходят с этим. Он, например, в свое время говорил, что приватизация проводилась с единственной целью визм к власти не допустить. То есть, вот я неконструктивно, но вот по содержанию немножечко. Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, тут небольшое недопонимание. Просто я говорил именно о том, что Гайдар и Чубайс хотели приватизировать за деньги. То есть, они хотели вот рыночной приватизации с аукционами, не с залоговыми аукционами, а с нормальными аукционами, где тот, кто предложит самую высокую цену, получает, соответственно, собственность. Вот чего они хотели. А получилось у них ровно то, что сказал, соответственно, слушатель, что они действительно, пришлось им проводить приватизацию с целью не допустить коммунистов к власти. Слушатель пишет, у нас в стране большинство людей были и есть огороды, с голода не померли бы. По вашей логике, от варьян надо откупаться, компромиссы Гайдара. То есть, сегодня надо отдать Сердюковым их дачи, чтобы они покинули свои коррупционные должности. Максим, вы не передергивайте, сейчас Владимир ответит, да, но, извините, есть было нечего. Вот мне не надо рассказывать это. Я очень хорошо помню 91-й год, когда я закончил школу и поступил в университет. Простите, жрать было нечего, вообще ничего. Я учился тогда в Новосибирске, я очень хорошо помню. Может быть, здесь в Москве была иная ситуация, но в регионах была иная по меньшей мере. Пожалуйста, ваш ответ, Максим. Да, ситуация на самом деле была действительно, действительно тяжелой, потому что вот в крупных городах действительно были проблемы. Да, у жителей деревни была возможность прокормиться собственная участка, но вот у жителей крупных городов такой возможности абсолютно не было, и в конце 91-го года очереди за хлеб даже в Санкт-Петербурге были часовыми, поэтому здесь ситуация была не айс, так скажем. Ну, мы забываем просто о многом. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Добрый вечер, Роман. Да, Роман. Значит, читал журнал в 90-м году «Вопросы истории и философия». Там был круглый стул между реформаторами, вот, в котором участвовал Анатолий Борисович Щубайец. Ему задали вопрос, что, а как вы думаете, как вообще народ воспримет эти реформы? он сказал, вы знаете, треть населения вымрет, треть населения они очень не понравятся, ну, так сказать, им придется смириться и так далее, ну, а треть более-менее выиграет. Поэтому эти ребята знали прекрасно, на что они шли. Гитлер, кстати говоря, славян уничтожать там процентов 20 собирался. Анатолий Борисович... Название журнала, еще раз. Вопросы истории и философии 90-й год. Номер, к сожалению, не помню. Хорошо. Спасибо. Я вот сделаю следующим образом. Мне вот, знаете, вот эти заявления там, Хилари Клинтон сказала, Мадлен Олбрайт сказала, значит, Чубайс сказал. Я позвоню Чубайсу после программы и узнаю у него. Вот говорил он такие вещи о том, что сколько? Треть выиграет, да? Или не говорил, Анатолий Борисович, да? Потому что вот я знаю точно, как это распространяется, и как потом манипулируют, знаете, вырывая из контекста, добавляя свои тексты и так далее. Мне, профессиональному журналисту, не надо это рассказывать. Я вам обещаю и на следующей неделе сообщу вам об итогах этого разговора. Ну, я могу единственно сказать, что, конечно, Анатолий Борисович, он достаточно циничный человек, но в данных словах есть некоторая, в общем-то, доля правды. Почему? Потому что, по сути дела, речь шла о том, что мы полностью переходим из одной системы в другую. Людям очень сложно перестраиваться, на самом деле. Как показывает практика, вот не случайно во время всех этих великих революций головы рубили на право и налево. Мы, к счастью, избежали этого процесса, но людям просто психологически было трудно приспособиться к новым условиям. когда, допустим, инженер, он точно знал, что он там получит эти 30 рублей или 100 рублей заработной платы. Безработицы нет. Да, есть дефицит, но я с ним жил уже царь лет. И, в общем, они привыкли к этим условиям. А здесь, в одной части, все условия меняются. Это фактически происходит, это эволюционное изменение. И не случайно вот так много людей умирало именно от инсультов, от инфарктов в то время, не потому что медицина вот просто там рухнула в одну секунду, а потому что людям было просто психологически трудно приспособиться. Я не знаю, говорил ли Анатолий Борисович именно в таком виде. Нет, а я вот буду именно его спрашивать. Вот говорил ли он, что треть России выберет? Но действительно, психологически людям было очень трудно приспособиться, но, на мой взгляд, это лучше, чем когда одна страна просто стреляет в одну половину страны, воюет с другой половиной страны. Как это было в 93-м году. Ну, как это было в 93-м году, как это было в 17-м году. Вечер, добрый, как вас зовут? Да, здравствуйте, Николай Нарафамин. Да, Хочу сказать, что в 91-92 год еда Брянска-Луга была, вот, бакалеи и первые товары необходимые для питания. Так что, по поводу голода в те времена, я не знаю. Николай, что бакалеи, какие товары, давайте называйте. Ну, хлеб, там, что-то куриное, вот, мне было в то время 15 лет, мы не голодали, у меня папа военный, мы в Поднарофаминском, там, в военной части были, он часто возил меня и в Калугу, и в Брянск, ну, крупы всякие какие-то были, там, молоко было, такого вот голода, как ваш описывает гость, лично, я не ощущал, хотя, никаких допайков, там, этих вот, солдатских, офицерских, мы не получали. Да, я не понял, пожалуйста, просто у нас время заканчивается. Да, я хотел бы все-таки подчеркнуть, что голода действительно не было, но была угроза голода, что ситуация постоянно, каждый день ухудшалась, и угроза была, голода самого не было, но, согласитесь, это ненормально, когда, допустим, в том же Коврове или в Комсомольске-на-Амуре люди вынуждены час стоять в очереди, чтобы получить хлеб. Да, они его получат, да, они не умрут с голоду, но, согласитесь, это немножко настораживает, что если, допустим, год назад не было такой ситуации, они получали хлеб, а через год, соответственно, они вынуждены уже час стоять в очереди, то динамика, согласитесь, немножко настораживает. Я очень хорошо помню магазины, которые были рядом с университетами, они были пустые, единственный отдел, в котором было хоть что-то, это был хлебный отдел. Последний вопрос, Владимир, завершая, да, как вы думаете, все-таки оценка роли Егора Гайдара такая трезвая, реальная, когда будет дана? Как, говорил один китайский деятель, Джоуэл Лань, если не ошибаюсь, когда его спросили, что вы думаете про великую французскую эволюцию, он ответил, что слишком рано судить. То есть он где-то в 60-х годах говорил про французскую эволюцию, что слишком рано судить о ее результатах. Поэтому мне кажется, что абсолютно объективная точка зрения не устаканится никогда, но мы можем по мере своих сил привносить больше рациональных зерен в свое понимание истории. Спасибо огромное. Владимир Назаров, Институт Гайдара, один из авторов книги «Мифы о 90-х. Анатомия лжи». Во вторник эту тему продолжим уже с Андреем Илларионовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова